Молдова Вокануне Виталий Игнатьев общался со своим визави из Кишинева Серебряном. Прежде всего о лекарствах для наших людей вопрос срочный, но решения по-прежнему нет. Зато есть интервью молдавского вице-премьера, и там много о нашей стране. Вот только несколько мыслей Серебряна, которые цитируют СМИ. Независимость Приднестровья может привести к нестабильности в регионе. А еще неразрешенный конфликт не помешает европейской интеграции Молдовы. На встрече с главой нашего МИДа Серебрян пояснил, мол, его не так поняли. Давая какие-то различные интервью молдавским ЖСМИ, но это понятно, что это просто имитация какой-то активности. Она не имеет никакого отношения к реальности. Она, к сожалению, не помогает диалогу, только мешает. Мне кажется, господин Серебрян часто сам запутывается в своих интервью, потому что, когда я требую ему объяснить тот или иной тезис, он говорит, что это, наверное, трудности перевода. Поэтому я бы серьезно действительно не относился к такого рода информационным упражнениям. Молдова по-прежнему не готова к диалогу с Приднестровьем для решения реальных проблем, говорит Виталий Игнатьев. В Кишинев отправились 7 обращений от руководства нашей страны. В них призыв к возобновлению переговоров. Однако ответа из Кишинева до сих пор нет. Но могут быть перемены в работе ОКК. От этого зависит ситуация в зоне безопасности. Недавно ушел из жизни соприседатель Объединенной контрольной комиссии от Молдовы Иван Солоненко. Я персонально, как человек, который многие годы проработал плечом к плечу, в том числе с ОКК, с молдавскими представителями, с Иваном Спиридоновичем, с Иваненко, выражаю соболезнования родным, близким. Действительно, этот представитель Молдовы очень часто проявлял благоразумие. И невзирая на нападки официального Кишинева на миротворческую операцию, на миротворческий механизм, тем не менее базовые компоненты миротворческого механизма, они функционировали, они работали. Да, были перебои, были сложности в работе ОКК, но тем не менее каких-то критических, фатальных проблем не было. Конечно, мы обеспокоены будущим миротворческого механизма. Объединенная контрольная комиссия, которая руководит этим механизмом. И я думаю, что обеспокоена этим не только предвестовская сторона, но и российская сторона. По мнению Виталия Игнатьева, как раз, кстати, рекомендации Совета Федерации России – это решение сенаторов по итогам круглого стола. Он прошел в Москве в июле. Обсуждали миротворчество. Суть предложений сенаторов – усилить безопасность наших людей.